Девушки отдыхают 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 Мы очень рады, что идею создания премии Комитета гражданских инициатив поддержали в нашей стране сотни тысяч людей. Вы сами понимаете, что каким бы этот зал большим не был, он не может вместить всех желающих. Но я должен ответить, что в этом году, кроме московских участников, к нам со всех концов нашей страны приехало более 200 гостей. Приветствуем вас в нашем зале на этом году. И для предыдущего слова всем гостям и участникам нашего праздника мы приглашаем на сцену председателя Комитета гражданских инициатив Алексея Леонидовича Кудрина. Дорогие друзья, я хочу поздравить вас на пятой церемонии премии Гражданская инициатива и поприветствую с этим нашим небольшим маленьким пятилетним юбилеем. Вы знаете, когда мы задумывали эту премию, мы хотели, чтобы в стране люди больше узнали о простых людях, тех, кто в своих дворах, в своем городе, в своем регионе, а иногда уезжая в другой регион, желают помочь другим людям что-то сделать, зачастую вопреки обстоятельствам, зачастую продевают барьеры, собирают деньги, бывают на свои. Но нам хотелось показать этот положительный опыт и его распространять. Мы хотели, чтобы на этих людей обратили внимание. Вообще-то они не ждут наград, а мы хотели, чтобы их опыт был известен и распространялся. И сегодня, можно сказать, в течение пяти лет это стало настоящим движением. И сегодня вы здесь видели карту, на которой отражались те регионы, субъекты Российской Федерации, где каждый год мы проводили свои небольшие региональные такие премии и церемонии, вручали премии. Где люди одного региона, как правило, участвовали в этом конкурсе. И самые уважаемые люди этого региона вручали эти премии. Знаете, подтянулись губернаторы, известные политические деятели, люди, потому что это становится интересным и престижным. Мы хотим, чтобы сделать эту инициативу, эту деятельность интересной и престижной. Многие из них, кто победителями региональных конкурсов являются, и сегодняшними победителями будет назван, присутствуют здесь. Поэтому нас вдвойне, приятно, у вас здесь видят. Две, три цифры, может быть, мы зову. За пять лет мы провели 21 региональную премию, церемонию премии. Сегодня у нас пятая федеральная. Посетили на сайте и участвовали в голосовании, по вашему предложению, 3 миллиона человек за эти пять лет. Сегодня, в нынешнем конкурсе участковало 2700 инициатив и заявок. И самые интересные люди отбирали, их очень долго спорили, и вы сегодня узнаете. И тот короткий список по каждой номинации, и тех победителей. Но, я бы, с другой стороны, хочу сказать, проигравших не будет. Мне хочется, чтобы в нашей стране росло гражданское общество. Без инициатив, только опираясь на государство, и ожидая, что что-то он сделает, мы и не построим интересным обществом, неизменимого, не станем, не, может быть, заставим государство зачастую очень высокомерное что-то серьезное делать. Вот этот подпор, вот это движение снизу должно быть. Мы ради этого здесь работаем. И я с удовольствием хочу назвать, что пятая, объявить, что пятая церемония премии национальной, премии гражданской инициативы открыта. Я, может быть, уже сказал об одном событии, которое я хотел еще назвать. Вы знаете, все эти годы нашим экспертом была доктор Лиза. Она участвовала в отборе ваших проектов. Она пять лет участвовала, до последнего года участвовала в нашей работе. На этой сцене вручала награду. Вы знаете, у нас такие очень уважаемые, почетные люди. Сегодня тоже очень уважаемые люди будут вручать премии. Я тоже их хочу поприветствовать, вы их все увидите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Торжественная церемония собрала людей разных профессий, возрастов, вероисповеданий и мест жительства, но единых в одном – бескорестной помощи тем, кто в ней нуждается. Главное – всегда быть неравнодушным человеком, и я искренне рад, что именно такими вы и остаетесь, и за дня в день помогая больным детям, немощным старикам, сбережно храня память о погибших воинах, разыскивая пропавших людей, делая это бескорыстно, с абсолютной самодачей, не шлее ни времени, ни силы. 5 декабря в России впервые отмечался национальный день добровольца, а 6 декабря президент России Владимирович Путин дописал указ о приведении в Российской Федерации года добровольца или волонтеров в 2018 году. Вне всякого сомнения, это был ваш праздник, и это будет ваш год. Поздравляю вас, удачи вам, воплощение всех планов и санкций. Спасибо. Алексей Леонидович, если бы я знал, что не будет это послание, я бы найдем другой пиджак. В этом году все. Субтитры предлагал. Субтитры предлагал. Продолжение следует... Совсем недавно на пятом общероссийском гражданском форуме, проведенном комитетом гражданских инициатив, отмечалось, что от выбора модели развития общества зависит жизнь и благополучие людей, перспективы страны, ее место в мире и истории. И эту модель развития могут выбрать только те, кто готовы брать ответственность на себя, активно участвовать в самоуправлении, искать новые формы государственного управления и обучать этому молодежных лидеров. Поэтому мы и хотим начать нашу сегодняшнюю церемонию с номинации «Ростки новой власти». Внимание на экран. Киберпреступления в социальных сетях совершаются ежедневно. Под угрозой оказывается личная информация обычных пользователей, их семьи, друзья, работодатели. Действия законодательной системы в интернет-пространстве не соответствуют масштабным проблемам. Единственный выход – повышение уровня недеаграммальности населения. Где необходимо построить детский сад, а где отремонтировать дорогу? В Кировской области реализуется практика инициативного бюджетирования, когда бюджетные средства на социальную инфраструктуру распределяются с учетом мнения граждан, которые проживают на этой территории. Цель проекта – создать институт независимых специалистов, не имеющих финансовых интересов в процессе распределения бюджета. От качества реализации таких проектов во многом зависит отношение к местной и государственной власти, формирование доверия. Социальный проект «Сторонники добрых дел» – это площадка для развития и совершенствования лидерских качеств и навыков организаторов через волонтерство. Финансирование социальных проектов, поиск меценатов и инвесторов, распределение боготворительных средств, диалог с властью – все это ежедневные задачи, с которыми сталкиваются организаторы проекта. «Хочешь делать хорошо? Сделай сам» – это девиз организатора ТОСа «Мостовая слабота». Благодаря эффективному самоуправлению успешно решаются вопросы с благоустройством территорий, уличным освещением, ремонтом дорог, дренажной системой и другие проблемы микрорайона. Будущее страны во многом зависит от нашей молодежи, от того, какой она будет, насколько грамотно сможет распорядиться возможностями и отстоять законные права. Общественная организация Лига молодых избирателей Иркутской области создана активными молодыми студентами, представителями школьных организаций и молодежных избирательных комиссий. Воспитание активной гражданской позиции среди молодежи и участие в жизни города и области – приоритетные задачи организации. Дать независимую оценку качества услуг социальной сферы может только потребитель. Однако для этого мало пользоваться услугами системы образования, медицины или культуры. Необходимо обладать определенными знаниями и навыками, разбираться в критериях и механизмах оценки. Проект «Хочу стать экспертом» позволяет всем желающим получить профессиональный подготовку и иметь возможность повлиять на развитие и улучшение социальной сферы. Назвать имя победителя в этой нашей первой номинации мы просим председателя Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрюна. Друзья, это я, по-моему, не должен был уходить за сцену. Вы перекрывали экраны, Алексей Георгиевич, поэтому мы вас заправили в зал и сейчас закончились. Ну вот если говорить про власть, то меня традиционно приглашают на эту сцену. Но это особое, мы говорим об особой власти. Мы как раз говорим о власти местного, прежде всего, самоуправления, гражданской инициативы. Вот там ростки новой власти, и там, где выбирают местных депутатов, где зачастую проходят тоже очень серьезные барьеры, как вот сейчас в Москве прошли выборы в местное самоуправление, и не всегда ожидаемо для властей города побеждают те самые активные, самые сменные люди, кто реально желает менять нашу жизнь к лучшему. И вот местное самоуправление – это то, чему мы много лет и в Комитете гражданской инициатив выделяли внимание. Я хочу, чтобы все будущие премьеры, можно даже президенты, губернаторы прошли опыт работы в местном самоуправлении. Поэтому мы особо ценим вот эту номинацию, и я сегодня называю Главриат Национальный Кремль гражданской инициативы, в доминации в районской новой власти, проект создания территориализма общественного самоуправления, поставая в Слобода. Прекаясь инициатива. за такой огромный праздник, который действительно стал праздником в нашей жизни. И думаю, что неудумно, уверен, что вот этот росток из нашего стола будет как раз выглядеть большим движением развития ТОСС не только в Ульяновске, в Ульяновской области, но и во всей Российской Федерации. Спасибо вам всем. Наши поздравления. Сегодня день Конституции России, главного закона, определяющего права и свободы граждан нашей страны. Но всеми или и всегда не соблюдаются законы для них. В проекте, ставшей номинантами в нашей следующей номинации «Воздух свободы» направлены на контроль за исполнением всех законных прав граждан России, закрепленных в статьях Конституции. Внимание! Играет музыка. Компания по общественному контролю работы полиции, которая так и называется «Гражданин и полиция». С одной стороны, это важный этап для поиска проблемных моментов в работе полицейских, а с другой, это возможность повысить уровень доверия между правоохранительными органами и простыми гражданами, права которых они призваны защищать. Проект правозащитной организации «Русь сидящая» — «Школа общественного защитника» — это возможность для человека, попавшего в беду, получить справедливое судебное решение. Общественный защитник имеет те же правоохранительные адвокаты. О позитивной роли народного адвоката говорит то, что защищать человека идут его политические сторонники или кто-то из друзей и родных, которые знают его лучше, чем адвокат. Записаться в школу и получить квалифицированную подготовку может любой. Обучение — бесплатное. Мало кто знает, что советская морская пехота в 60-е и 80-е годы в Красном море выполняла задачи по поддержанию боевой готовности к мирной армии. Поправки к закону о ветеранах приравняли участников боевых служб к ветеранам боевых действий. Однако при реализации своих прав участники этих боевых действий сталкиваются с отказом, ведь документы, связанные с рядом операции, или отсутствуют, или с них еще не сняты ли вселенности. Данный проект направлен на восстановление справедливости в отношении этих военнослужащих. Нет ничего опаснее права. Знак.Ом — это независимая интернет-газета для неравнодушных читателей, которая рассказывает всю правду о жизни Урала и всей России. Не боится острых тем, не имеет высокопоставленных цензоров и хочет откровенно обсуждать со своими читателями происходящие события. Знак.Ом — это свой взгляд на политику, экономику, деньги, власть и принимаемые решения. В 2008 году была введена новая система оплаты труда в бюджетных учреждениях. Теперь директор любой школы или больницы имеет право распоряжаться выделенным ему бюджетом и за счет сокращения сотрудников, экономии на материалах, на пациентах и прочем, совершенно законно увеличивает зарплату себе и узкому кругу приближенных. Реализация нашего проекта направлена на обмену этого закона о распределении финансирования на борьбу с нищетой и безработицей работников бюджетной сферы. Мода города, зависящие от градообразующего предприятия, зачастую оказываются в особо тяжелых экономических условиях в связи с процветанием коррупции, сокращением рабочих мест, зарплат или вовсе закрытием предприятий. Наш проект направлен на борьбу с этими негативными явлениями. Общественники Димитровграда взяли под контроль деятельность органов власти сразу в городе и в короткие сроки смогли защитить городской бюджет от незаконных бодей. Для выручения призов номинации «Воздух свободы» мы приглашаем на эту сцену писателя, поэта, журналиста, радио- и телеведущего Дмитрия Быкова. Я считаю, что вы здесь. Дорогие друзья, я счастлив вас приветствовать. Для меня особенная радость это вручать. Я всегда, умея только, в общем, сочинять и преподавать, я всегда жестоко комплексовал перед людьми, которые что-то делают. И вот сегодня у меня есть уникальный шанс хоть как-то компенсировать свою недодачу, хоть чем-то им реальным помочь. Тем более, что я абсолютно не представляю, кто победит. Все чрезвычайно достойны. Я болел за двух из этой шестерки. Между ними окончательного выбора сделать не могу. Поэтому не знаю, как вам, а мне очень интересно. Ура! В номинации «Гоздух свободы» подтверждает проект «Школа общественного защитника». Руководитель «Шаров» Сергей Александрович. Где же вы? А где же вы? А где же вы? Неужели вы уже сидите? Нет. Верните, пожалуйста. А кто-нибудь от проекта пришел или они даже не надеялись? Саша, совершенно... Вот ты доказательствует того, что мы говорим не по-написанному. Я сейчас иду получать. Крики! Я, может быть, внешне не похож на Шарова Сергея Александровича, но я обещаю вам, что эта награда, лауреатский диплом ему будет перемен. Спасибо большое, но я надеюсь, что он увидит уже в телевизионной трансляции наши с вами аплодисменты. Поздравляю! АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...